12 октября телеканал Самара Гис отмечает 17-летие. В преддверии этого события мы подготовили для своих любимых зрителей 17 подарков. Розыгрыш проходит в группе телеканала ВКонтакте. Фильм телеканала Самара Гис «Спасибо, что отдали меня в детский дом» из цикла «Обернитесь» стал лауреатом 8-го кинофестиваля «Шеридарь» и получил высокую оценку жюри. Вечером 3 октября в Самаре около поликлиники номер 15 на улице Фадеева загорелась контейнерная площадка. Пламя быстро ликвидировали. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов гражданской обороны с их профессиональным праздником. Он подчеркнул значимость ведомства в условиях проведения специальной военной операции. Поблагодарил за самоотверженный труд, решительность и отвагу при выполнении служебного долга. В Волжском районе на 22-м километре дороги Самара-Бугуруслан в аварии погиб 38-летний мужчина. Управляя автомобилем «Форд», он наехал на металлическое барьерное ограждение. Четыре футболиста «Акрона» в октябре выступят за свои сборные. Это Никита Баранок, Жилсон Беншимол, Боэн Демоске, Роберто Фернандес. В России планируют увеличить стипендии студентов государственных вузов на 4,5%. Индексация коснется также аспирантов и ординаторов. Эксперты назвали наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Ими стали июль и октябрь. Магнитные бури в 7 баллов снова атакуют самарцев. Они продлятся до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok